Время новостей на канале Абаза в студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Чистая пятница. Распоряжением премьер-министра Геннадия Гагулия пятница объявлена днём чистоты. Такси «Надо» российско-абхазскую границу освободят от навязчивых пассажироперевозчиков. Война и мир Фируза Кабба. Свой юбилей отмечает кавалер ордена, взявший от третьей степени, каллиграфист с 50-ю дневным стажем. 22 июня – день памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории всего постсоветского пространства, в том числе и Абхазии. 77 лет назад, рано утром без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. В этой самой кровопролитной войне за всю историю человечества советский народ потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги, вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. Министерство обороны России в день памяти и скорби 22 июня опубликовало на своем официальном сайте рассекреченные документы, посвященные событиям первых дней Великой Отечественной войны. Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны, директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии. К сожалению, спустя многие десятилетия войны на нашей планете не закончились. Ситуация в Сирии по-прежнему крайне обострена. Утром в пятницу самолеты коалиции во главе США нанесли бомбовые удары по деревне Аш-Шафа в провинции Дер-Эз-Зор. В результате разрушены дома мирных граждан. Восемь человек погибли, количество раненых пока неизвестно, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА. Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс. Погиб один офицер сирийской армии. Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба. Столкновение на земле между правительственными силами и военными США стало первым в своем роде. Внешне политика обсудила текущие вопросы и дорожную карту по развитию сотрудничества Абхазии с Италией и странами Евросоюза. На ближайшую перспективу министр иностранных дел Абхазии Дауркова в ходе встречи с послом по особым поручениям МИД Абхазии Витто Гритани. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook рассказал сам глава внешнеполитического ведомства Абхазии. Встреча прошла в офисе дипломатического представительства Республики Абхазии в Италии в странах ЕС в итальянском городе Бари. Как отмечает Дауркова, планируется ряд важных встреч с большой позитивной повесткой дня. Продолжаем выпуск «Чистая пятница». Распоряжением премьер-министра Геннадия Гагуля пятница объявлена днем чистоты. В последний будний день недели коллективы госучреждений выходят на субботники на вверенные им территории. О том, как прошла пятница 22 июня, расскажет Илана Казанба. С самого утра на улице Пушкина в Сухуми весьма людный коллектив госкомитета по приватизации активно ведет уборку в веренной им территории. Подстригают кусты, метут тротуары, чистят бордюры. У нас сегодня обычный рабочий день, но мы с утра решили поработать физически на той территории, которая нам выделена для очистки. Я считаю, что в этом мероприятии должны принимать все организации, все, кто проживает в городе Сухум и не только, по всей республике. Чистота – это залог здоровья. Наши глаза привыкли к такому состоянию. Чтобы этого состояния не было, мы хотим привести вот этот участок в порядок и принимаем для этого возможные меры. Рабочий день мы потом продолжим, когда будет жарко, а пока поработаем здесь. Набережная Махаджиров постепенно приобретает свежий и ухоженный вид. Деревья и кусты подстрижены, высажены сотни цветов, побелены бордюры. Аппарат кабинета министров совместно со столичной администрацией планомерно готовят центр города к празднованию юбилейных дат. По поручению премьер-министра я занимаюсь согласованным с администрацией города. Город занимается усиленно, делает то, что к 25-летию они готовятся. Мы с ними переговорили, что мы можем помогать. Вот так я могу сказать, делаем рядом. И занимаемся парками. Парк Славы закончили уже. Вот это все, чтобы было красиво по парку. Парк Баграта-Щинюга тоже закончили, сделали. Вот набережная совместно с администрацией города. Где кофейня, вот это все, что видите. Ну а представители самой столичной мэрии в это время облагораживают Сухумскую гору, известную всем как фуникулер. Здесь очищают дорогу, белят бордюры и памятники, чинят фонтан. Каждую пятницу в соответствии с распоряжением премьер-министра Республики Абхазии мы направляем наш коллектив администрации подведомственных муниципальных унитарных подприятий на уборку города. У администрации вверенная территория – это Сухумская гора, фуникулер. Поэтому мы поэтапно пытаемся привести ее в порядок. В связи с тем, что, во-первых, у нас уже начался курортный сезон. Во-вторых, вы знаете, мы готовимся к юбилейным мероприятиям, связанным с Днем Победы. Поэтому мы хотели бы, чтобы наш город выглядел приглядным, уютным, комфортным и чистым. Субботник на прилежащей к своему ведомству территории провели и сотрудники госкомпании Абсныргылара. Они облагородили парковую зону, подстригли деревья и кусты, уложили асфальт на прилегающих тротуарах. В Министерство образования и науки вверили часть территории Савмина. Там руководство ведомства совместно со своими подчиненными также проводит работы по уборке. Нам изначально была выделена территория от центральной трибуны до улицы Сахарова. Мы уже третий раз проводим чистый день, постоянно поддерживаем, чтобы уже к дню празднования победы и независимости территория была чистая и выглядела красиво. И сотрудники Министерства образования и науки совместно с Сухумским государственным колледжем мы постоянно следим, чистим, убираем. Второй субботник мы поддерживаем распоряжение премьер-министра и нашего министра. Нам выделен участок вот здесь вот около нашего колледжа. Мы будем за этим участком уже один раз убрали, еще раз будем убирать. На днях субботник также провели сотрудники Министерства здравоохранения страны. Помимо прилегающей непосредственно к Министерству здравоохранения территории на пересечении улиц Лакоба и Званба, Минздрав провел уборку правого крыла бывшего совета министров республики, что на пересечении площади Свободы и улицы Айтгылара. Илана Казамба, Сасрыква, Агухава, Абаза-ТВ. Такси «Надо» российско-абхазскую границу освободят от навязчивых пассажироперевозчиков. Месяц назад президент Абхазии Рауль Хаджимбл дал поручение Министерству экономики навести порядок у выхода из контрольно-пропускного пункта ПСО. Водителям такси, которые дежурят в этом месте и порой навязчиво в грубой форме предлагают свои услуги туристам, было запрещено продолжать подобную деятельность и предложено перейти в специально отведенную для этого зону на территории автовокзала. Но там всем места не хватает и водители, проигнорировав запрет, продолжили ловить клиентов, что называется, на ходу. В ситуации разбиралась Надежда Боровикова. Сложно поверить, но эти привычные лица и реплики типа «Куда едем?» и «Такси надо?» при выходе из КПП ПСО возможно навсегда станут историей. Министерство экономики, под контроль которого в апреле этого года было передано Госуправление по транспорту, всерьез взялось за таксистов, что встречают туристов на въезде в Абхазию. Люди, которые производят первое впечатление о республике, зачастую не самые культурные ее представители. Они могут быть неопрятно одеты, нетрезвы, иногда ведут себя грубо и довольно навязчиво предлагают свои услуги или даже пристают к молоденьким туристкам. КОНЕЦ Министр экономики Атгур Ардзенба вместе с сотрудниками Госуправления по транспорту лично посетил пункт пропуска и назвал увиденную картину удручающей. Наши гости, наши граждане и наши гости и туристы при пересечении государственной границы они сталкиваются с вот такого рода, мягко скажем, некультурным поведением со стороны лиц, оказывающих транспортные услуги. Когда мы разобрались с ситуацией, там на месте присутствует, как оказалось, очень большое количество лиц, которые никак не легализованы, не имеют никаких документов, не стоят нигде на учете, не имеют лицензии. Когда водителей попросили покинуть прилегающую к КПП территорию и переместиться в специально отведенную для такси зону на автовокзале, поднялась волна протеста. Дело в том, что в этой зоне одновременно могут стоять от 5 до 8 машин такси, а работать на границе хотят более 50 водителей. У нас была встреча, они приезжали сюда к нам, в Министерство экономики, мы поставили им следующие условия. Мы договорились о том, что в упрощенной форме мы поможем им сделать лицензии. Более того, я отправил туда управление транспорта и лицензионный отдел, который там на месте им рассказали всю процедуру, кто подходит под критерий, кто не подходит и так далее. До 15 июня у нас была с ними договоренность о том, что они сделают все документы и мы, в принципе, таким естественным путем отберем тех, кто подходит, и тем дадим возможность там работать. Но, к сожалению, до 15 июня ни один человек не обратился. С 2016 года Госуправление по транспорту выдает бессрочные лицензии на перевозку пассажиров и грузов. Владелец лицензии может нанимать неограниченное число водителей, но должен нести ответственность за состояние автотранспорта, внешний вид, состояние и поведение своего водителя. В случае чего лицензию могут отнять. Стоимость такого разрешения – 10 тысяч рублей. Чтобы получил человек лицензию, есть две формы. То есть на индивидуального предпринимателя может получить, может получить на организацию, то есть на ООО. Чтобы получить на индивидуального предпринимателя лицензию, нужно иметь абхазский паспорт действительный, свидетельство о регистрации физического лица, свидетельство о регистрации в Минюсте, документ с налоговой, о том, что он не имеет за должность справку с налоговой, договор со специализированным автотранспортным предприятием. Что касается фирмы, то есть все те же документы, устав, учредительный договор, все документы на машину, человек приходит в течение 10 рабочих дней и получает лицензию. Но бывают случаи, когда люди приезжают издалека, то есть мы тоже идем навстречу, делаем им, насколько это возможно, эти лицензии побыстрее. В надежде, что ничего им за это не будет, водители такси продолжили работу в привычном режиме. Туристов ловят у выхода из КПП и через самодельный проход в заборе ведут на стоянку к машине, естественно, в обход автовокзала. 21 июня сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Госуправления по транспорту и Министерства экономики провели рейд на границе, где в очередной раз попытались договориться с водителями. А без лицензии ты не будешь работать? Ну а как бы сидеть в первых значениях, у меня дети, семья. Дети, семья, ты нарушить закон, у каждого есть дети, семья. Никто тебе не даст нарушить. Обеспечить стоянкой, там закрыт, камеры стоят, милиция не даст. А если стоянка, мы там сделаем, а через них, извините, мы один раз в деле сможем съездить, если мы здесь не будем стоять. В ходе рейда некоторых водителей пригласили на медицинское свидетельствование. Согласно результатам анализов, несколько человек находились в состоянии наркотического опьянения. Проход в заборе закрыли. Мы им сказали, что здесь внизу стоять уже никто не будет, так как вы не хотите оформлять никаких документов. Те, кто захотят работать на легальной основе, оформят документы в порядке живой очереди, пожалуйста, наверху, там, где отведено место для такси, там 8 машиномест, они могут там осуществлять свои услуги, опять же, в рамках закона. Те, кто имеет документы. Те, кто не хочет таким путем идти, они просто там на границе работать не будут. Это не разовая акция. Там установлена камера видеонаблюдения, которая в онлайн-режиме, значит, и в МВД, и у нас, и в транспортном управлении мы мониторим ситуацию. И как только будет возникать какая-то неправомерная деятельность, сразу же будет реакция МВД. Неправомерная деятельность не заставила себя долго ждать. Буквально утром группа возмущенных водителей предприняла попытку восстановить проход через забор. Сотрудники МВД оперативно отреагировали на происшествие и взяли ситуацию под контроль. Забор водителям сломать не удалось. Мы понимаем ситуацию, что люди хотят зарабатывать деньги. Есть курортный сезон, это возможность заработать деньги. И никто не возражает. Но это надо делать в рамках приличия, в первую очередь, у нас в рамках этикета и в рамках закона. Если человек нарушает закон, не хочет становиться на учет, А какая у нас гарантия, что, как выявил вчерашнее мероприятие, что под наркотическим воздействием находятся люди. Я не говорю о том, что все, кто там работают, водители такси, они одинаковые. Там есть нормальные люди, которые хотят работать, хотят делать свое дело. И они, кстати, очень много лет этим занимаются. Пожалуйста, мы оформим им лицензии, и они будут дальше работать. А все остальные, которые из года в год нарушают общественный порядок, мы с ними будем бороться. Пока это такая акция, можно сказать, она не жесткая, но дальше будет только ужесточаться. Вплоть до того, что любой нарушитель правопорядка будет задерживаться и привлекаться к ответственности в рамках Уголовного кодекса Республики Абхазия. Чем закончится борьба за место на границе, покажет время. В ближайшие дни силовикам, скорее всего, придется не единожды приложить усилия для наведения порядка. Изменить привычный ход вещей чаще всего сложно, но, будем надеяться, все же возможно. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Война и мир Фируза Кабба. Свой юбилей отмечает кавалер ордена их Дзапша третьей степени, полиграфист с 50-летним стажем Фируза Чамагуа Кабба, который с 1995 года возглавляет Сухумскую городскую организацию движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость. Также являлась руководителем комиссии по социальной защите первых трех созывов Общественной палаты Республики Абхазии. Наша съемочная группа ранним утром побывала в типографии, где более 25 лет работает юбилярш и узнала, с каким настроением встречает свой юбилей наша героиня. Тему продолжит Анастасия Никонова. Свой юбилей Фируза Чамагуа Кабба встречает на работе. Здесь еженедельно печатаются главные газеты страны. Абсна, Республика Абхазия, Нужная, Самурзахан, Эха Абхазии, Ирцаху и другие. Буквально сегодня утром здесь напечатано около тысячи экземпляров Республики Абхазия. Заснять этот процесс наша съемочная группа не успела, но полиграфист с 50-летним стажем наша юбилярша рассказала, что происходит перед тем, как газеты попадают на прилавок. Когда они приносят газету, если вдруг что-то не так вышло, вот бывает, что у нас вот эти снимки не выходят. Значит, это уже компьютерщик виноватся, возвращаем, смотрим. Хорошо вышло, или в заколовках, если ошибки есть, тоже смотрим. Потом обратно посылаем. Фактически это корректорская работа, но мы видим, опять возвращаем, чтобы трата лишней бумаги, чтобы не было, чтобы пластину тоже, чтобы не испортить, потому что это все деньги. Впервые на работу в типографию тогда имени Ленина Феруза Кабба пришла работать сразу после окончания школы в 1966 году. Молодую девушку назначили переплетчицы книг и журналов. Несколько лет она была занята этой работой. Позже Феруза Кабба сменила профессию на учителя физики и математики, которую преподавала в Арасадзехской средней школе. В 1978 году она вновь возвращается в газетную типографию в Сухуме. Теперь осваивает новую для нее профессию – линотипист. Проще говоря, наборщик, работающий на линотипе. Чтобы качественно обучиться этому ремеслу, обычно требуется около полугода. Но наша героиня была утверждена на должность в типографии спустя месяц. Тогда очень было сложно набирать, потому что ручной набор, абхазские шрифты, там подвесные тоже были руками, мы вставляли шрифты. Но, а сейчас, вы сами знаете, техника другая, время идет вперед. И что хочу сказать, мы ждали вот каждый понедельник, политбюро был тогда, коммунистическая патча же была. Пока вот этот политбюро в 10 часов не завершится, мы ждали. Тогда мы на телетайпы получали, и вот так мы набирали. В общем, круглые сутки работали. Бывало, когда съезды шли, вообще не выходили из типографии. Работали, перекусывали, тут чуть-чуть позадремали, вот так работали. Мирный уклад жизни нарушила отечественная война народа Абхазии. Но и в этих обстоятельствах работа не прекратилась, отмечает полиграфист. На протяжении 13 месяцев войны Феруза Кабба и ее коллеги продолжали работу над выпуском газет в городе Гудаута. И после войны, когда линотипы мы убрали уже, техника, значит, стала другая. И я начальником цеха осталась и наблюдаю, как газета выходит. Феруза Кабба за время работы обучила своему ремеслу многих. Один из ее учеников, нынешний директор типографии Инвер Худжава, вспоминает, как наша юбилярша радушно встретила его и разъяснила особенности работы в типографии. Игорь Кабба за время работы обучила своему ремеслу многих. Игорь Кабба за время работы обучила своему ремеслу. Но в жизнь Фирузы Кабба приходила и горе. Ее единственный сын Алмаз Кабба, которому было всего 17, героически погиб в июле 1993 года, освобождая стратегически важную в ходе Отечественной войны для абхазской армии высоту – гору Ахбюк. Самый горький момент это был, когда мой сын погиб. А самое такое, значит, когда объявили, хотя я не знала, где мой ребенок, но День Победы, когда объявили, для меня была это большая радость. Мой сын не встретил, но за что он боролся, то мы и победили. А потом во время войны родилась моя внучка от дочки, и вот она меня спасительница. У меня еще есть три внучки, они очень хорошие, прекрасные. Вот это та моя спасительница, вот сейчас она закончила международный факультет в Стамбуле, факультет политологии. Вот она закончила, она мне подарок сделала, закончила институт и приехала вот сейчас. Она 25 летит, она ровесница Дня Победы. Фируза Кабба отмечает, что может и ушла бы на пенсию, оставив работу в типографии, но здесь еще со всем ребенком начинал подрабатывать ее алмаз. В память о нем и, конечно, благодаря дружному и талантливому коллективу типографий, она и сегодня продолжает трудиться и следить, чтобы ни в одном номере печатной продукции не было ни единой ошибки. Кроме того, в пятницу Фирузе Кабба вручили почетную грамоту Союза журналистов Абхазии. Как отмечается в сообщении Союза журналистов, 70-летним юбилеем заслуженного работника культуры кавалера Ордена Ахдзапша в третьей степени начальника цеха газетно-типографического комплекса газеты Республика Абхазия Фирузу Кабба поздравил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Новости около чемпионата мира по футболу. Роналдо задержал отъезд команды, чтобы успокоить плачущего ребенка. На парковке автобус национальной сборной спортсменов вместе с мамой ждал мальчик в футболке с надписью «Роналдо». Поняв, что он не успел увидеть любимого игрока, ребенок разрыдался. Тогда Роналдо вышел из автобуса, обнял мальчика, вытер его слезы и сфотографировался на память. Роналдо, он не успел увидеть своеобразие. Роналдо национальной сборке, что является реализацией обмен. Роналдо, в первую очередь, в первую очередь, и в первую очередь, в первую очередь, что он получил, что у нас «Роналдо», Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!